Нифига, блин, здесь прохладно, сейчас окошко закрою. Всем привет, ребята, меня зовут Милана, и добро пожаловать на мой канал. Я безумно рада снова снимать видео и снова встретиться с вами. И это первое видео на тему в этом году, подготовка к лету. На самом деле я действительно в шоке, ведь только недавно начинался сентябрь, а уже на момент съёмки этого видео 6 апреля, и уже конец года. Я имею в виду школьного года. Но приключения и счастье только начинаются, всё впереди, ведь скоро нас ждёт лето. Лето, моё самое любимое время года, это я чувствую в это время года свободу какую-то, ощущаю. Внутри себя вот эта вот погода, тепло. Я не раз говорила, что погода на меня очень сильно действует, то есть если на улице солнышко, тепло, то мне сразу хочется просто горы свернуть и делать невозможное возможным. Поэтому в этом видео я подготовила несколько привычек, возможно для кого-то они будут банальными, возможно для кого-то нет, чтобы немного привести себя в порядок, в форму к лету. Так что давайте начинать. Поехали! Первая и достаточно важная привычка для нашего здоровья – это сон. Как вы, но последнее время я начала ложиться так поздно. У меня наоборот, когда учёба, я почему-то ложусь достаточно поздно, а когда наоборот лето или каникулы, я ложусь достаточно рано. И согласитесь со мной, то, что недостаток сна может привести нас к довольно большому ряду заболеваний и ужасной усталости. Поэтому, чтобы это не довело нас до такого ужасного состояния, нужно это срочно исправлять. Во-первых, наш мозг начинает замедлять работу, мы начинаем как-то не обдумывать вот эти вот все вещи, упускать какие-то детали, потому что мы очень рассеянные и нам ничего не хочется делать. И, кстати, совет от меня, мне это помогало, хоть я стараюсь, правда, этого не делать, но вот иногда не получается – это убирать телефон хотя бы за час до сна. Потому что, как бы, когда вы в телефоне, вот эти вот соцсети, это вызывает всё равно, соцсети влияют какую-то, вызывают тревогу, какую-то, как положительные, так, возможно, и негативные эмоции. Поэтому нужно как-то немножко отказываться от этого хотя бы за часик до сна, чтобы полностью освободить свою голову и подготовиться к сну. Следующая привычка – это спорт. Спорт – это важнейшее качество здорового человека. Думаю, это уже всем и так давным-давно ясно. Спорт может быть разным. Опять же, это не какая-то суперфизическая нагрузка. Конечно, это требует сил, требует выдержки. Но если вы не хотите сделать какую-то силовую тренировку, то вы можете сделать какую-нибудь йогу, зарядку. Это всё равно не повредит вашему здоровью, а только будет вам в пользу. Я, например, летом поставила себе задачу бегать, как станет тепло. Возможно, даже не летом, если в мае уже будет тепло, потому что я вам говорила, что сейчас на улице ещё снег. Как наступит тепло, так я сразу начну бегать, потому что для меня бег – это лучше любой тренировки. Во-первых, свежий воздух, на улице всё так красиво, всё цветёт. Ну, бег – это в сто раз лучше обычного спорта дома. Обычно то, что мне помогает и заряжает меня на день – это как раз-таки спорт. Я включаю какую-нибудь зажигательную, весёлую музыку и начинаю танцевать, прыгать. Это может быть также, кстати, спортзал. Я просто не люблю особо спортзал, хотя у нас здесь есть спортзал, но я его не особо люблю, так что лучше мне бегать или заниматься тренировками дома. И опять же, старайтесь делать так, чтобы спорт стал не тем, то, что вам доставляет не то, что неудовольствие, а вообще вы не хотите этим заниматься, а старайтесь делать так, чтобы это стало вашей ежедневной привычкой. И поэтому нужно выбрать спорт, который подходит вам, собственно. Следующее – это уход за нашей прекрасной кожей лица. По сути, наша кожа – это наша оболочка. Она держит оборону и защищает нас от каких-то негативных различных факторов. Тем более, сейчас будет становиться всё теплее и теплее, и наша кожа будет сохнуть. Я не знаю, что творится с моей кожей летом, поэтому нужны обязательно какие-нибудь увлажняющие крема, пенки. Это всё обязательно пригодится нам летом. У нас, кстати, сегодня довольно тепло. Я надеюсь, что так и будет. Уже снег начинает потихонечку таять. Сегодня солнышко, поэтому я сразу, как солнышко, начинаю снимать видео, потому что, ну, я не знаю, прям вот какой-то спектр эмоций, настроения появляется. Четвёртая привычка – это берите себе отдых. Отдых в том плане то, что… Отдых, опять же, это понимание для каждого по-разному. Для кого-то отдых – это почитать книжку, для кого-то отдых – это сходить там прогуляться с друзьями, для кого-то отдых – это медитация, для кого-то отдых – это спорт. Опять же, это может быть просто любое занятие в этой жизни. Я сама по себе знаю, если ты будешь каждый день вдалбливать, вдалбливать, то тогда, собственно, потом будет в два раза сложнее, если ты не будешь давать себе хотя бы один день отдыха, хотя бы даже не один день, это может быть два-три часа уделить себе, своему настроению, чтобы вам самим же было хорошо на душе. И поверьте мне, тогда вашей позитивной энергии будет намного, намного больше, чем негативной. Пятая привычка – это позитивное мышление. Позитивное мышление – это не просто, я не знаю, это, наверное, залог счастья, потому что позитивное мышление – это лучше всего. Я не знаю даже, что лучше, этого можно придумать. Но это же намного лучше, чем просто негативить. Допустим, вот есть человек, который думает, что всё будет плохо, что, допустим, он не сдаст. Вот у нас завтра экзамен, допустим, и вот человек думает, блин, я не сдам, блин, я не сдам, вот эти вот негативные эмоции, и поверьте мне, он не сдаст, если он будет так думать. А если человек, который действительно готовился, который действительно знает, и он будет уверен, и говорить то, что всё получится, всё получится, я всё знаю, я всё сдам, то он обязательно сдаст, поверьте мне. Позитивные мысли, негативные эмоции сужают наш мозг, и мы фокусируемся на чём-то плохом, вовсе не замечая хорошего вокруг нас. И вообще позитивное мышление – это такое хорошее качество, которое, как по мне, даётся каждому, просто не все могут его как-то вот применить в чём-то, кто-то просто действительно, возможно, много переживает, и он не может применять эти качества. Не знаю, но обязательно, это мой вам совет, мыслите всегда позитивно. На самом деле, относится это не только к лету, это относится вообще, позитивное мышление – это всегда хорошо. Шестая привычка – это лимит от соцсетей. Мне кажется, что соцсети вообще для каждого человека стали уже, ну, такой вот повседневной рутиной, то, что вы один раз обязательно должны зайти в соцсети. Не обязательно от них, конечно же, невозможно в нашем сейчас мире отказаться от соцсетей в принципе вообще. Но лимит всё-таки ставить нужно, даже психологи советуют то, что не обязательно там их вообще убирать, потому что всё-таки, ну, сейчас в нашем мире без соцсетей никуда. Но лимит, какие-то себе ограничения ставить нужно обязательно. Потому что, как я и сказала в начале видео, то соцсети – это всё-таки тревога, мы там испытываем негативные эмоции какие-то, мы что-то увидели, что-то кто-то поссорился, что-то плохое увидели. И это всё-таки как-то влияет на наше душевное состояние, на наш мозг, на нашу концентрацию. Поэтому это может привести к плохим последствиям. Поэтому нужно там ставить ограничения себе, там, на часика три хотя бы, может быть, четыре. Можно вообще сделать день без соцсетей. Я, возможно, буду планировать такое видео. Летом, я думаю, можно будет снять такое видео, то, что я буду проводить дни, там, три дня, может быть, даже неделю без соцсетей, в принципе. Седьмая привычка – это празднование своих маленьких побед, так сказать. Что же такое маленькие победы? Это такие вот вещи, то есть ты утром просыпаешься, ты открываешь свой блокнотик, планер, там, берёшь листочек, пишешь то, что ты сегодня хочешь сделать генеральную уборку во всей квартире. И вот ты идёшь и выполняешь это, то есть ты соответствуешь своим словам, ты вот сказала, ты сделала, и ты должна похвалить себя за это. Ты должна сказать, что сегодня я молодец, я сделала то, что я запланировала. За это нужно себя хвалить. Это наши такие маленькие победы, которые благодаря ним мы идём к нашей большой победе. Это всегда так, было и будет так. И опять же, празднование, вечеринка, победа – это не в буквальном смысле, а то есть просто похвала себя. Это не значит, что вы должны пригласить друзей, там, сказать «Ура, я там сегодня убралась», вы должны веселиться, праздновать. Это не в том плане, а просто похвалить себя за то, что ты молодец, ты сегодня это выполнила, ты сегодня это сделала. Вот и всё, ребята, это видео подошло к концу. Я надеюсь, вы взяли отсюда себе что-то полезное или хотя бы зарядились мотивацией. Если это так, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, мне будет безумно приятно. И всем до новых встреч, всем пока-пока!